Продолжение старой истории. Дольщики Ивановской ДСК наконец начнут обживать свои квартиры. Череда бесконечных митингов и голодовок, казалось бы, позади. Однако в этой истории есть веское, но. Дольщики получат свои дома во временное пользование. Теперь тем, кто так ждал свои квартиры, предстоит подписать соответствующее соглашение. Такая процедура используется по всей стране. То есть мы знаем о том, что у нас в ДСК процедура банкротства находится. И закон о банкротстве на данный момент не позволяет придать квартиры в собственность гражданам. Потому что арбитражный суд Ивановской области рассмотрел еще не все требования к кредитору в ДСК. Власти уверяют, скоро дольщики смогут оформить жилье в собственность. Первым после длительного простоя введен в эксплуатацию дом на улице Кудряшова. Передача во временное пользование позволит начать ремонт в новых квартирах. Для подписания соглашений дольщиков приглашают в офис ДСК. Людмила Анисимова ждала этого момента почти 4 года. Мы сегодня получили документ о том, что мы получили квартиру в пользование. Мы можем проживать. И соответственно ожидаем, когда будет готова документация. Когда пройдут все суды, чтобы оформить собственность квартиру. Дом на улице Кудряшова. Первая ласточка. Еще несколько новостроек в разных микрорайонах города. Сейчас на стадии завершения. До конца года планируется введение объекта. Это литер 6-го одной блок-секции, Суховки двух блок-секций, Рафаковской четырех блок-секций. Недовольство застройщикам выражают не только дольщики, но и полноценные собственники квартир. Качество уже готового жилья зачастую оставляет желать лучшего. Например, один из домов в микрорайоне Рождественский, построенный Ивановской ДСК, признан непригодным для жизни. В среду вечером собственники проблемного жилья проводят митинг в надежде привлечь внимание властей.